Друзья, всем привет! Часто в мастерской сталкиваемся с такой проблемой, как коррозия на металле. Сегодня попробуем при помощи обычных народных средств избавиться от данной ржавчины. Сейчас приготовлю несколько растворов, поместим в них наши образцы и будем смотреть, как протекает реакция в каждом из растворов. Приготовил 5 стаканчиков вот таких, следовательно у нас будет 5 растворов. Вот как выглядят приготовленные составы. Также подготовил образцы, они вот с такой ржавчиной. И сейчас будем помещать их в наши растворы. Так, первый. Второй. Третий. Так, ну здесь у нас густой раствор. Все, ну и ждем, когда начнется реакция. Уже видно немножко в первом начинается реакция. И в третьем. Приблизительно 25-30 минут. Смотрите, больше всего в реакцию вступил третий образец. Также в первом образце и в пятом тоже наблюдается небольшая реакция. Подождем еще немножечко. Прошло приблизительно 2 часа. И как мы видим, наши растворы поменяли окраску. А раствор номер 3 еще выделяет тепло. То есть стаканчик теплый. Если замерить температуру, 27 градусов. Остальные, к примеру, 19. 19, 18, 19. Средние 19 градусов. Ну и сейчас будем доставать наши образцы. И посмотрим, как растворы справились с данной задачей. Раствор номер 1. Первый состав у нас будет вода и пищевая лимонная кислота. Все это перемешиваем. Вода немного желтая. Ржавчина, как мы видим, вся осталась на месте. Раствор номер 2. Раствор номер 2 будет пепси. В этом растворе никаких реакций не было. Как мы видим, вся ржавчина осталась на месте. Раствор номер 3. Третий состав. 100 миллилитров перекиси водорода. 30 грамм лимонной кислоты. И 10 грамм соли. Добавляем в наш раствор. И перемешиваем. Здесь реакции больше всего проходило. Опа, смотрите. Уже видно, что ржавчины нету. Сейчас протрем тряпочкой и посмотрим ближе. Раствор номер 4. Четвертый состав. Сюда выдавим обычный томатный кетчуп. Здесь у нас где-то он зарытый. Так, сейчас я его протру. Вот как выглядит винт. Вот здесь он побольше убрал ржавчину. Вот здесь. Но все равно есть она ржавчина. Так, и последний. Раствор номер 5. Пятый состав. Больт уксусная кислота. 70%. Здесь реакция тоже проходила слабенько. Но вода немножко пожелтела. Вот, смотрите. Тоже осталась ржавчина. Вот так это выглядит. И помещаем наши образцы в раствор воды и соды. Смотрите, какая реакция идет. Сейчас наши любимые химики напишут, для чего все это делается. Вон, смотрите, какая реакция идет. Ну и давайте подведем итоги. Пятое место я бы отдал раствору номер 2. Это Pepsi. Как мы видим, со своей задачей не справился. Как была вся ржавчина, так и осталась. Четвертое место я бы отдал номеру 4. Это кетчуп. Да, он чуть-чуть убрал, но совсем-совсем немного. То есть, все почти так и осталось. Так, третье место. Третье место я бы отдал раствору номер 5. Это у нас уксусная кислота. Мелкую ржавчину убрало, чуть крупнее где. Так же все и осталось. Второе место я бы отдал раствору номер 1. Это лимонная кислота. И крупную ржавчину немного убрало. Ну, все равно немножечко, но осталось. Ну, и первое место я бы отдал раствор номер 3. Это перекись водорода, соль и лимонная кислота. Болт очистился идеально. Как вы видите, все очень чисто. То есть, раствор делается буквально за пару секунд. Стоит недорого, но удаляет ржавчину очень хорошо. Мне этот раствор очень понравился. Так же прошу в комментариях написать, каким вы раствором пользуетесь. Я имею ввиду не покупным, а самодельным. Тоже буду очень рад вас выслушать. На этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.